Всем привет! Перед тем, как начать наш сегодняшний урок, хотела бы дать всем очень важный совет. Никогда не пытайтесь завить волосы раскаленной плойкой, если в этот момент разговариваете с банком. Иначе потом такой Шан Брайт Лэйк и Даймонд будет вас ждать. Приветики! Сегодня я немножко в стиле классики советского кино буду вести урок перебинтованное. А сегодняшний урок у нас про кое-что очень важное. Помните, был у нас как-то материал про брови? И в этом уроке я, конечно, максимально подробно рассказывала всю водную информацию по коррекции бровей. И в конце я упомянула, что через какое-то время будет еще один урок по бровям, в котором я расскажу, как я делаю себе прекрасные брови из трех волосинок. Но про три волосинки я, конечно, приврала. Мои натуральные брови, они, скажем так, к средней паршивости. В любом случае, долгожданные 15 минут повышения квалификации крыжиков по теме брови настали. И сегодня самым основным пунктом, который нам нужно будет сделать, это покрасить брови самостоятельно в домашних условиях. А то, если честно, я не понимаю, зачем девушки брови красят в салонах, переплачивают за это каких-то там денег. Хотя это на самом деле и элементарно, и делается самостоятельно вообще вот так. Но если вы пока новичок, я вам очень рекомендую поставить на паузу, пересмотреть урок брови. И после этого уже приступать к окрашиванию, а то точно накрасите себе куда-нибудь чего-нибудь не туда. Короче, поехали. Сейчас я быстренько удалю те продукты для бровей, которые у меня уже имеются тут. Вот. Дальше. Перед тем, как нам начать непосредственно красить брови, нам нужно определить идеальную форму. То есть фишка в том, что окрашивать брови краской мы будем точно так же, как карандашом или тенями. Чтобы впоследствии, когда мы все это дело смоем, на коже остался след от краски по форме идеальной брови. Поэтому для начала давайте определим, где у нас, собственно, эта бровь должна быть расположена. Кто не врубается, чего я тут делаю, посмотрите. Еще раз говорю, урок про брови. Так, здесь отметочки поставила. Вторая бровь. Длина. И изгиб. Такая техника очень важна, когда у вас брови перещипаны, либо какие-то с ним большие проблемы. Теперь соединяем эти отметочки. Ровной линией. Вот если у вас бровь очень тонкая, никто не мешает вам сейчас немножечко добавить. То есть вы этим карандашом немножко отступаете вниз и прочерчиваете под брови, но чуть-чуть ниже. И сюда. Здесь тоже не ограничивайтесь этой линией. Выведите бровь чуть-чуть к вискам сильнее. И не забываем, что эта линия должна идти вот сюда, в эту точку. Всегда. Теперь вторая бровь. Вот здесь у меня основание ниже. И я немножечко перерезаю волоски здесь. А вот в этой зоне как раз-таки не хватает. И я отступаю. Провожу таким образом ровную линию. Но у основания немного снимаю, то есть приподнимаю бровь. А в зоне наивысшей точки, наоборот, буду немного дорисовывать краской. И снова вытягиваем эту линию к вискам. Не бойтесь делать эту линию пошире. Главное, чтобы она была очень четкая и очень жестко ограничивала от верхнего века ваши брови. Можете воспринимать этот розовый карандаш как фундамент своих бровей. Теперь беремся за краску. Я чаще всего крашу красителем, который называется рефекта сил. Цвет светлый коричневый. Хотя иногда мне хочется носить брови немного потемнее. И я беру просто классический коричневый оттенок. Вот он. В наборе идет тюбичек с краской и вот такая палочка для нанесения. Палочку вот эту сразу можно куда-нибудь выбросить. Потому что для прокрашивания бровей по точной форме нужна кисть. В идеале вот такая маленькая скошенная синтетическая кисть. Плоская. Можно в художественном магазине за сотку купить. И еще нам понадобится оксидант. Чтобы эта краска у нас заработала. В других марках очень часто оксидант идет уже в комплекте. А это такая профессиональная история и продается в более больших бутылочках. Но еще нам пригодится какая-нибудь маленькая емкость, в которую мы краску будем размешивать. Для меня нет ничего идеальнее, чем крышечка от моего любимейшего парфюма Marjilla Untitled. Вот мне в ней лично прям и приятно, и удобно. Так, чего делаем? Красителя на обе брови вам нужно будет совсем немножко. Смотрите, это вот такая небольшая горошина из краски. Хотя, если честно, сейчас это у меня не совсем горошину напоминает. Как будто мышка пробежала. И сразу же добавляем оксидант. Оксиданта нам нужно на такую горошинку, ну, где-то 5-6 капелек. Вот палочкой этой как раз-таки можно все это дело перемешать. И наносим прям аккуратненько краску. Прям по форме наших бровей. Представьте, что вы рисуете сейчас себе брови карандашом. Старайтесь не размазывать краску, а прорисовывать прямо четкой, новой бровью. Ну и я, как видите, сразу делаю немножко пошире. Потому что люблю, когда бровки такие прям широкие, а у меня свои тоненькие совсем. И вторую. И вот здесь, где нет волосков, просто так же закрашиваем краской кожу. Если видите, что у вас где-то комочек или излишек, то сразу же немножко палочки можно снять. Оставшуюся всю краску наносим на брови, как бы выкладываем ее. Сейчас научитесь, будете еще и мамам, и соседкам красить. Теперь дополнительно максимально выровнять ватной палочкой основание бровей. Если есть какая-то лишняя краска, снять ее. И теперь сидим, ждемся. Пока у меня тут брови красятся, давайте я вам расскажу, почему я все-таки считаю, что вы вполне можете сделать это самостоятельно. Дело в том, что независимо от того, вы будете покупать краску, рефиктосил или какие-либо другие, там в инструкции настолько подробно все расписано, что мне кажется, даже трехлетний ребенок разберется, как красить себе брови. Важное отличие здесь как раз-таки в идеальной форме, потому что самое сложное, это как раз-таки не как смешать краситель, а как и куда эти красители потом нанести. И это очень важно, потому что брови, это в принципе самое важное на лице. Это ваш характер. Катрин Денев не выйдет из дома, пока не будет в полной уверенности, что ее брови в идеальном состоянии. Вот это уровень, вот это я понимаю. И тем более, каждая сейчас из вас подумала, что да, действительно, Катрин Денев очень красивые брови. Берите пример. Поэтому, если ваши брови больше похожи на логотип Nike, то вы должны быть сейчас предельно внимательны, потому что это как раз-таки и есть самый лучший способ исправить себе брови. Потому что вы можете сделать новую форму, которая останется с вами на несколько дней. Я имею в виду след от краски. И вы за это время можете набить руку карандашом, привыкнуть к новому отражению в зеркале. Короче, просто какая-то тьма тьмущая плюсов. Так, ну что, вот у нас брови достаточно закоричневели. Сразу цвета не пугайтесь, потому что когда вы его сотрете, его на 90% не будет. Когда темно-коричневым украсишь, так они вообще черные становятся. Беру влажную салфетку и аккуратненько удаляю краску. И с другой стороны. Еще дополнительно чистенько и хорошенечко потрите брови, чтобы точно удалить все красители. Но несмотря на то, что так в принципе уже красиво, давайте все-таки брови доведем до идеала и дополнительно прокрасим тенями. Тенями будем прорисовывать исключительно потому, что карандашом прорисовку я вам уже показывала в предыдущем уроке про брови. Беру тени оттенка блонд для бровей. Это, кстати, очень важно. Для бровей всегда тени пеперные. Тени для глаз имеют слишком теплый коричневый в своем составе и иногда даже краснинку. Это для бровей не нужно. Ту же самую кисть набираю максимально светлые. Вообще рекомендую всегда выбирать оттенок теней для бровей несколько светлее, чем ваши натуральные брови. На оттенок, на два, иногда даже на три. Потому что чаще всего нужно заполнить только пространство между волосками. Я вот беру самый светлый. У Анастейши Беверли Хиллз очень красивый, светлый, такой пепельный. И прокрашиваем по тому же принципу, как и наносили краску. Только еще более аккуратно. Сначала проводим нижнюю границу. Можете слегка намочить кисть, тогда она будет давать вам четкую линию. Еще раз показываю. Затем верхнюю границу и проводим ее параллельно нижней. То есть ведете прямо до уголка. Вот до этого. Не надо сразу занижать бровь. И только после этого уже опускаем верхнюю границу и прорисовываем уже уголок по нижней границе. Здесь старайтесь сделать максимально мягкий переход. Мне, знаете, очень часто пишут вопросы, типа, Лен, как исправить форму бровей? Ну как, как? Берешь и исправляешь? Я уже второй урок делаю по коррекции бровей. И все, что я говорю, это способы исправления. Потому что идеальные брови это труд. С ними не просыпаются. Если вы думаете, что я вам сейчас скажу, ой, знаете, чтобы исправить брови, возьмите, выпейте бутылку холодного клейка, закусите все это клубничкой со сливками и на следующее утро вы проснетесь с идеальными бровями. Такого, конечно, вы от меня не дождетесь. И это будет чистая правда. Потому что идеальные брови не растут на деревьях. Это тренировки, тренировки. Напоминаю, что вот здесь я немного опускаю, дорисовываю себе вот это пространство, потому что у меня здесь волосочков нет. При этом у меня, как и у большинства людей, одна бровь чуть-чуть выше другой. Вообще это за счет того, что одна растет вверх, а другая вниз. В итоге в спокойном состоянии они получаются немножко на разных уровнях. У меня вот эта бровь выше, и мне ее нужно опускать, а эту наоборот, немножко приподнять. Поэтому, когда я прокрашиваю брови, я сильнее опускаю эту бровь у основания, а здесь поднимаю, чтобы в итоге они у меня вышли в один уровень. Готово! И в завершение давайте сделаем наши бровки чуть-чуть более естественными и более пушистыми. Этого нам понадобится гель для бровей. В данном случае у меня тоже Анастейша. Он немножко осветляющий, такой насыщенный золотистый гель, который выполняет такую же функцию, как и тушь для ресниц. То есть он каждый волосок обволакивает и дает бровям объем, которого, когда три волосинки, естественного нет. Такие гели еще очень крутые в Бобби Браун и в Мак. Я выбрала Анастейша, потому что мне хочется бровям с вами добавить немножко золотистого, причем только у основания. Вот сюда прям наношу. От них брови немножко, так скажем, поживее становятся. Анастейша Беверли Хилл. Что это вообще за название такое? Районом. Вот буду запускать свою косметику тоже, назову ее Крыгина-Хамовники, чтобы сразу понятно было. И когда гель будет подсыхать, можно вот так немножко взъерошить брови, чтобы они были более пушистые. Ну вот, собственно, и готово. Как и обещала, сделали из среднестатистических, редких бровей, ну такие прям полноценные брови а-ля идеал. Теперь ваша задача это все дело отрабатывать и приводить в порядок. Отращивайте брови и делайте новые. А я вас всех крепко целую. Shine Bright Like a Diamond. Понятное дело. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...